Ну что, всем привет! Сегодня, наконец-то, мы идем в зал. Я просто подменяю пока нашего менеджера, пока она в отпуске. И два через два хожу в офис, по 12 часов работаю. Хотя, наверное, многие скажут, что там работа в офисе, там фигня какая-то. В общем, вчера пока там занимались своими делами, сегодня у нас, у меня второй выходной, мы смотрели наконец-то, пойдем в зал, сходим. Перед залом не могу есть, на голодный желудок тоже не могу пойти, потому что потом начинаются боли. В общем, любимая штучка, коктейль БД. Перед залом, это прям вообще мое спасение. Сейчас мне с ним какую-нибудь гадость кто-нибудь писать, обязательно про ЕД. Ну, в общем, для меня, честно, спасение. Вот. Заморское сокровище, потому что в России нет, это производство Франции, заказать можно только через Казахстан. Ага-га-га. Божечки, как это вкусно пахнет. Это вкус кофе. Кофе и капучино, это просто мои самые-самые-самые любимые. Я на воде пью, Андрей всегда на молоке. А, ну еще фишечка лично моя, я никогда не делаю полную ложечку, я люблю более жизненькую, Андрей любит более густую. Ну, я раньше любила. Сейчас, по-моему, шутки пьет. Все. Можно пить. Обязательно коллаген, биотюр для сердечно-сосудистой системы, для кишечника и омега-3, тоже для сердечка. Коллаген это кожа, волосы, ногти, хрящи, суставы, наша молодость. Потому что коллаген вырабатывается где-то примерно до 26 лет в организме, до 26, а после уже не вырабатывается. Поэтому кожа начинает увядать, стареть, появляются морщинки и прочее. Поэтому коллагенчик пьем, поддерживаем себя. Сейчас я как какой-то там блогер полезности выгляжу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя практически ежедневная процедура, это намазать лисовок пятью кремами. Это у меня лечение розация. Если кого-то это такой момент затрагивает, волнует, у кого-то что-то подобное было, это как болезнь кожи лица считается. Вот. Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях, про всё отвечу. Отдельно также выпущу ролик о том, как у меня проходило всё это лечение. Собственно, как это было с первой процедуры, когда у меня был лёгкий шок, наверное. Вот. И, собственно, уже после последней шестой процедуры. Ну, ещё парочка, наверное, будет поддерживающих. В общем, хотела рассказать про крема, которым пользуюсь. Не то, что прям рассказать, но показать, что их дофига, и приходится ежедневно ими мазаться. Плюс ежедневный вечерний пилинг в домашних условиях присутствует. Улажняющий крем, ну, я беру Энелевский. У меня, который был и закончился, но этот меня по составу очень устраивает, мне очень нравится. Он дневной, поэтому вечером не мажусь, но очень классный. Мне вообще я отдельно кайфую от упаковки, если честно. Всё такое деревянное, стильное, классно, уже половина осталась. Потом обязательно присутствует сыворотка для кожи... Конечно, должно плохо закрываться. Отдельно с утра или иногда с вечера мажу сыворотку для идеального тона лица. Это просто... Это не рекомендация врача, это лично мне очень нравится. Вот уже половину я больше, половину использовала. Она прям реально очень классная. Тоже дерево. Всё какая-то прям классная. По-моему, этот бамбук, если я не ошибаюсь, по внешнему виду очень похоже. Сыворотка, лифтинг для кожи вокруг глаз. Кстати, моя больная тема – это морщинки под глазами. Это прям лоб и под глазами кожа. Это вот самые мои больные места, потому что я уже даже колола ботокс с чем-то там смешивается. В общем, состав специальный. И колется под глаза. Месяц назад примерно мы были, по-моему, в Пятигорске. Там косметолога проколола и ходила. Потом такие мелкие синечки были в местах уколов. И ботокс в лоб ставлю, потому что мимика у меня очень сильная. Вот, в общем, лифтинг, сыворотка для увлажнения кожи вокруг глаз. Это тоже обязательная программа. Потом отдельно. Так, это у нас для жирной и проблемной кожи лица. Да, у меня еще и жирная кожа лица. Это тоже моя проблема. Широкие поры. В принципе, у меня эта кожа досталась от мамы. Она тоже всю жизнь с этим мучилась, так скажем. Потом у меня есть еще для успокаивающий такой крем для сухой кожи лица. Потому что вообще кожа у меня комбинированная. Я очень много людей знаю, у кого действительно проблема. Жирная Т-зона, а остальная часть сухая. Поэтому даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Поэтому для сухой кожи тоже обязательно крем-лифтинг. Все как обычно. И восстанавливающий тоже лифтинг-крем, который восстанавливает липидную мантию у кожи. В общем, отдельно надо проходить лечение розации. И потом домашний уход поддерживающий для того, чтобы кожа лица всегда была прекрасно выделила. Что еще надо рассказать? Когда ты снимешь видео про розацию? Я бы сказала, что я его уже сняла. Его нужно смонтировать. Но единственная проблема в том, что я его снимала вертикально. Я его снимала для контента Инстаграм. Но походу на Ютуб придется тоже выложить. Потому что, когда я выложила в Инстаграм, мне уже два человека написали о том, что а как проявляется розация. Походу у меня тоже. А как, что с этим делать. На самом деле лечение розации очень многие путают с... С аллергией. С аллергией. И еще есть заболевания кожи. Я забыла. Большинство... Как эти кожники врачи называются? Они... Блин, я забыла это слово. В общем, путаются с другими заболеваниями. И выявляют не розацию, а именно пишут, что какие-то гормональные мази прописывают. Пока мажешься, они помогают. Но когда перестаешь мазать, еще сильнее начинает проявляться розация. Поэтому лучше искать именно специалистов, косметологов, которые специализируются на болезни розации и лечат ее. Изучить сначала, посмотреть, сходить к врачу на консультацию. Если у вас откликнулось, что это прям врач, который вам откликается, тогда уже можно к нему идти на лечение. Но розация не дешевое лечение. Ну, знаете, у меня просто была проблема. У меня уже возле глаз, вот где зона виска, во-первых, у меня отек на лице был постоянный, присутствовал. И вот здесь кожа была прям воспаленная, прям было больно прикасаться даже вот просто слегка пальцами. Это было в начале года, конец декабря, начало января. И вот в декабре уже начала гуглить, искать специалистов, кто именно по розации специализируется. Вот. И в январе я пошла уже на консультацию и прям поняла, что точно мне надо прям лечить. Вот. Это уже прям воспалительный процесс начался, и надо было прям кожу спасать. И постоянно красная кожа лица. Это вот были мои проявления, у кого-то именно воспалением, какими-то угорями, прыщами, какой-то уже корочка берется. У всех разной стадии, но у меня была не сильно запущенная. Вот. В принципе, 6 процедур, и лицо вполне адекватно выглядит. Наверное, Андрей, что скажешь лучше? Ну, конечно, лучше. Уже воспаления никого нет. Нет воспаления, нет боли, за что я уже благодарна. Я даже после 6-й процедуры просто смотрю на лицо, даже перед 6-й процедурой, лицо выглядело максимально здоровым уже. Ну, все прекрасно, все замечательно. Вот. Я помню, какой отходняк у меня был после первой процедуры, я была готова рыдать. Я рыдала. Вот. А после 6-й как будто все прекрасно. У меня даже кожа лица практически не облазила, не слазила, никакой корочки не было. В общем, ссылочку, наверное, под... А, это видео выйдет раньше. Ну, в общем, потом обязательно выложу. Ну, под видео потом оставим ссылку, через какое-то время. Да, на то, как у меня проходила вся стадия лечения. Вот. Возможно. Я уверена, что кому-то это будет полезно. Потому что когда-то Андрей снимал то, как он делал себе с эфтопластику носа, и снимал это просто вот в качестве там памяти на телефон там в больнице, когда у него был отходняк там голубя за окном, он просто снял. Но оказалось, кому-то это реально очень полезно. Писали комментарии, спрашивали, в какой больнице делал, как вообще дышится. И, в общем, тоже дофига вопросов писали. Но кто бы мог подумать. Снимал просто больше для себя, а кому-то действительно оказалось полезным. Поэтому уверена, что с розацией кому-то точно пригодится. Сегодня у нас по графику зал, и сейчас мы туда едем. Продолжение следует... Вот мы и зале. Перед тренировкой обязательно нужно сделать кардио, подготовить сердечную мышцу к нагрузкам. После я всегда делал упражнения на блоке груди перед жимом. Это упражнение хорошо подготавливает плечи и верхнюю часть туловища к работе. А по жиму сегодня легкий разминочный день. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что Андрей, это у него любимое блюдо, плов узбекский с говядиной и бараниной А сколько тут по калориям выходит на порцию? По калориям здесь 300 грамм, а вот калорий здесь 215 На 100 грамм? Да Вот умножаем на 3, 300 грамм Итого 645 Угу Фига себе Да, но она очень вкусная Я беру макароны с курицей и грибами, у меня здесь получается где-то 350-345 калорий В принципе это немного, если вы, допустим, захудеете, то в день нужно полторы тысячи калорий съебать Ну подожди, ну смотря на какой вес Не на твой На твой побольше Еще Андрей взял рисовую кашу с изюмом курагой На кокосово-рисовом молоке Блин, она обалденно, она дорогая Вот я отдал, занес 170 грамм Я считаю, что это дороже Ты козье молочко сдал? Нет, обычное Обычно Козье у него Козье Андрей любит И кофе Кофе мы не советуем после тренировки пить, но мы поддались искушению Это будет единственная сладость наша, потому что сладенькое мы сейчас исключаем Будем хотя бы иногда кофе себе вкусный позволять Во вкус вилле это самый вкусный кофе без сахара, просто классический капучино У них просто какой-то невероятный аппарат или кофемашина У них кофемашина очень дорогая Я смотрел, она стоит у них где-то 500 тысяч только одна машина Ну, кофемашина дорогущая Но она очень правильно делает кофе В плане того, что она выпускает пар А потом уже начинает молоть То есть там соотношение давления пара И кофе правильно И сам сорт кофе обалденный То есть вкус прям обалденнейший Да, у них самый вкусный кофе, это точно А сейчас я поеду на реснички Вы поедете вместе со мной, посмотрите метро И после мы заедем с Андреем на рынок А потом я сделаю распаковку наших покупок на рынке И распаковку продукции Enel ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА